В Крыму псевдореферендум и псевдовыборы, но вот теперь еще и псевдоперепись. В Крыму решили посчитать население. Многие уже сомневаются в правдивости результата этой кампании. Вот почему. Ведь переписью Кремль пытается показать миру. Мол, смотрите, здесь большинство русские. Ну, а вы говорите аннексия. Елена Механик о том, как считают и как украинцам остаться украинцами в Крыму. Елена, в контакте, понимаете, что на сегодняшний раз предельно держит жизнь, разговаривая, униваясь. Короткий инструктаж и раздача портфелей с анкетами. Это те, кто будет пересчитывать крымчан. Ведете совместное хозяйство, питаетесь вместе. Перепись больше похожа на допрос, чем на опрос. Какой метраж вашей квартиры? Достаточно ли вам этой квартиры? Сколько у вас недвижимости? Крымская активистка Лиза Богоцкая, которой пришлось сбежать на материк из-за преследования ФСБ, говорит, что эта перепись не что иное, как очередная манипуляция Кремля. Эта перепись создается не только, чтобы понимать, какая численность населения здесь проживает, но и чтобы доказать, что действительно русских здесь проживает больше, чтобы потом составить о Крыме вот такой общенациональный портрет, что Крым – это территория исконно русская. За время оккупации Крыма с полуострова на материк выехали почти 19 тысяч человек. Это официально. Неофициально – в два раза больше. Крымчане стремятся в основном в столицу. Для них на центральном вокзале красным по белому написано, кто решит их вопросы. Но тут переселенцев лишь пронумеруют, проинструктируют и направят в суд службу за шестимесячной компенсацией. А выдачи казенных гривен Кабмин отрапортовал, но деньги на руки переселенцам с полуострова до сих пор не дают. Продолжается волокита по министерствам. Почему? Мы пытались спросить представителя управления по соцзащите. Он вместо ответов просто сбежал. А крымчане все прибывают и прибывают. Симферополь, Феодосия, Малушта, Ялта, Керчь. Те же, кто остается в оккупированном Крыму, а душу и сердцем, как и прежде с Украиной, не скрывают. Патриотизм, соединяющий их со своей страной. Как перешейк, соединяющий полуостров с материком, становится тоньше. Каждый новый закон, который принимают на большой земле, еще сильнее запутывает клубок отношений на малой захваченной. Вот в Киеве объявили Крым свободной экономической зоной. В материк нужно ехать с пустыми руками или с пустым баком. Мужу Лизы Богоцкой было не до патриотизма. Украинские пограничники заставили вылить бензин. Запрет на ввоз. Вот у него там сколько, 5 или 10 литров, он вылил этот бензин, тогда его пропустили. Крымская прописка в украинском паспорте теперь словно клеймо. Кредит, депозит, банковский перевод. Об этом крымчане, у которых в сердце до сих пор Украина, на материке могут даже не думать. 4 тысячи предпринимателей не в силах до сих пор нормально запустить бизнес. Все, что нам для этого надо, сделать нам перерегистрацию. Нам всего лишь нужно поставить нам штампик о том, что мы перерегистрированы временно. Мы 5 месяцев с этим носимся. Как дурень со ступой, никто эту проблему решать не хочет. Пока крымские активисты на материке сражаются с Кабминовским ноу-хау, их друзья и родственники приспосабливаются к новым реалиям на полуострове. Родители, допустим, они очень долгое время не хотели принимать гражданство России, но им пришлось, потому что имущество на них. И если они не примут гражданство, отберут просто это имущество. Крымские пенсионеры вынуждены брать не только российские паспорта, но и пенсии. Ведь за украинскими надо выезжать на материк. Вы себе не представляете, что иногда происходит на границе. Как пограничники просто выворачивают эти сумки для того, чтобы найти второй паспорт. Если они находят российский паспорт, они в украинском ставят штамп. Въезд в Украину запрещен. Граждан Украины из Крыма в самой Украине ждут только по спецприглашениям. Я каждый раз, когда переезжаю на территорию материковой Украины, я всегда слежу за тем, чтобы у меня было какое-то приглашение и подтверждение. Потому что езжу я, как правило, по рабочим вопросам. Они всегда интересуются, особенно у лиц мужского пола, с какой целью едете. И вот еще один показательный пример о законодательной чехарде вокруг Крыма. Я испытала это лично на себе. Это согласие моего бывшего мужа на временный выезд нашей дочери из Крыма в Украину. Выдано на полуострове уже после аннексии. В Киеве я обошла два десятка нотариусов, чтобы сделать перевод документа на украинский язык на нотариально заверенном бланке. И в каждой конторе мне отказали. Лишь в одной согласились. Перевод сделали, но на обычном листке. Этот документ имеет значение. Лишь на полуострове, на материке это просто бумажка. Если нас изолируют вообще, на душе, знаете, неспокойно все равно. Назваться украинцем во время нынешней псевдопереписи в Крыму сродни подвигу. И сколько окажется таких героев? Каждый новый закон это очередной забор между нами и нашим собственным государством. Зачем это делать? Зачем нас пихают постоянно в объятия России? Я уже такую аналогию придумала, знаете, когда из каких-то закрытых дверей пытается человек выбраться, а его еще и камушком с этой стороны подпирают. Вот это сейчас такая позиция Украины. По сути, перепись, которая закончится на следующей неделе, это борьба Киева и Москвы за сердца крымчан. Последние используют запрещенные приемы. Закрыла все украиноязычные школы, оставив в некоторых лишь классы. Теперь очередь за учебниками на украинском. Вот как поступили в одной из школ под Симферополем. Часть книг были, скажем, аккуратно упакованы и уложены в книгохранилище, а часть были отправлены в макулатуру. Впрочем, Россия особо не скрывает истинных целей переписи, которую затеяла. В Госдуме не стесняясь заявляют, это легитимизация мартовского референдума. Мол, посмотрите, как демократично и законно произошло воссоединение с Крымом. И здесь уже не до судьи поддельных крымчан. Елена Механик, Юлия Крючкова, Наталья Неделько, Сергей Еременко. Подробности недели телеканал Интер.